Александр Кукушкин Александр Кукушкин Александр Кукушкин Александр Кукушкин Александр Кукушкин У нас очень много активных кастомеров, и в технологии работает порядка двух тысяч человек, из них больше тысячи на самом деле девелоперы. И все это крутится на огромном количестве пастгрессов. Исторически у нас еще больше 300 кластеров работает в дата-центре, в двух дата-центрах. И последние три года все больше и больше переезжает в Амазон, и больше 600 кластеров, 650 у нас в Амазоне. При этом порядка 160-170 на EC2-инстах работает, остальное все это на кубернетисе. И собственно о чем этот доклад. Во-первых, я опишу, что мы переносили, какие эквиваленты для вот такой базы большой мы можем найти в облаке, как сохранить доступ к этой базе, потому что эта база используется многочисленными разработчиками, аналитиками, есть куча систем, куча приложений, репортинги и так далее и тому подобное. Как обеспечить доступ так, чтобы никто ничего не заметил по возможности. Как мы мигрировали дату, каким образом мы будем бэкапить все это в облаках, потому что все-таки бэкап 10-12 терабайт – это задача непростая. Ну и в общем-то в заключении расскажу, на что мы наткнулись, что можно было бы улучшить. Вот. Значит, что у нас было в самом начале? Собственно, система предельно простая. Один мастер, одна реплика. Позгрессовая потоковая репликация физическая. Вот. Эти два сервера мы заказали в 2015 году. И у нас от момента, когда мы начали, в общем-то, выбирать, какое железо нам надо, и до момента, когда мы получили все это в продакшене, то есть перенесли со старых серверов, у нас затянулось это практически все на три месяца. Вот. Я не знаю, почему это так, вот, но так быть не должно. И, в общем-то, облака позволяют ускорить процесс доставления нового железа или каких-то новых серверов очень сильно. Вот. Все крутится на Postgres 9.6. Мы используем виртуальный IP для того, чтобы в случае фейловера просто перекинуть виртуальный IP, и, собственно, приложение, и люди будут ходить на новый адрес безо всяких изменений. Вот. Существенно. И на диске у нас было 10,5... Дисковое хранилище построено на RAID 10, 14 дисков по 1,5 терабайта. Итого 10,5 терабайт. К сожалению, тут обрезается, не помещается. Вот. И что у нас внутри? Это база такая, используется для хранения ивентов. Туда поступают различные бизнес-ивенты, информация о регистрациях пользователей, например, о каких-то покупках, о том, как товары на стоках двигаются и так далее и тому подобное. Наиболее интересные данные – это за последние 10 дней, поэтому мы их называем горячими, и они идут в отдельную таблицу. И по истечении 10 дней есть отдельные джобы, которые потихоньку это перекидывают в другие таблицы. Итого у нас полторы тысячи ивентов и, соответственно, три тысячи таблиц. Может быть, не очень эффективно, но вот оказалось, что это наиболее оптимальная структура, потому что мы еще начинали с 9.1, если я не ошибаюсь, с этой базой. Каждый день попадает в эту базу 100 миллионов новых ивентов. Соответственно, примерно 100 миллионов переезжает из горячей области в архивную область. И, значит, растет, перерастало все это примерно по 2 терабайта в год. К последним данным, это на момент, когда мы делали миграцию. Ну и возникает проблема. У нас место свободного 500 гигабайт, жить нам остается на этом железе 3 года. Что делать? Значит, нам либо надо срочно заказывать новое, принимая во внимание то, что в прошлый раз потребовалось 3 месяца, то есть времени у нас очень мало, либо мы должны мигрировать, например, в Амазон все, где мы, в общем-то, можем получить какую-то эквивалентную систему просто там за пару минут. На этот вопрос, на самом деле, мы смотрели сильно заранее, делали некоторые эксперименты и приняли решение. А почему бы не попытаться? В конце концов, у нас, на самом деле, цель переехать в собственного блока, потому что это ускоряет разработку, ускоряет весь девелопмент-цикл. Ну да, будем мигрировать. Но облака, они не дешевы. Они очень, на самом деле, облака будут дешевы на каких-то маленьких объемах данных, для каких-то маленьких приложений, потому что вы можете что-то запустить. Поняли то, что оно не справляется удалить, запустить что-то помощнее. Начать с малого. При росте тоже масштабировать инстансы, и оно может быть чуть-чуть дороже. Но на таких объемах, на таких больших базах, оно будет, по нашему опыту, как минимум в два, а то и в три раза дороже, чем в дата-центре. Но на всякий случай, если вдруг в облаках мы не сможем справиться с нагрузкой, мы должны иметь какой-то путь отступления, должны иметь возможность переключиться обратно в дата-центр. Копировать 10 терабайт туда-сюда тоже занятие не очень приятное. Поэтому желательно, чтобы сохранить старые мастеры реплику, как новые реплики в этом кластере в дата-центре, чтобы они просто реплицировали оттуда. Соответственно, приложения и куча пользователей. У нас сотрудников в технологии порядка двух тысяч. Из них, на самом деле, не все имеют доступ к этой базе, но, по моим прикидкам, порядка 500-600. Оббегать каждого, объяснять, что у нас поменялось, и что надо сделать, чтобы получить доступ, это задача тоже неприятная. Емейл никто читать не любит. Соответственно, трафик у нас будет ходить из дата-центра в облака, и он должен быть обязательно закриптован. Потому что мы не несем ответственность, какие ивенты попадают, какая информация. Вдруг это какая-то информация о пользователях, которая не должна быть раскрыта. Даунтайм должен быть минимальный. Это, в общем-то, очевидно. Про это говорить не надо. Хорошо. Начинаем выбирать, как новый сетап в облаках. Что мы будем использовать. Потому что Amazon предоставляет очень большой спектр разных инстансов, решений. Мы можем использовать RDS, мы можем использовать Aurora. Мы можем, собственно, запустить сами EC2-инстансы, создать какие-то вольвемы на EBS, положить туда данные и запустить Postgres. Либо в докере, либо просто на EC2-инстансах. На RDS смотреть не особо интересно. А вот Aurora, это был, в общем-то, New Kit on the Block, такой новый игрок. Появился он во Франкфурте, где мы в основном держим наши ресурсы в этом году только. В январе, в феврале доступен для общего использования. По тестам Амазона он очень сильно выигрывает у RDS. В два, в три раза иногда. Замечательная вещь про Aurora, то что все инстансы Aurora из одного кластера, мастеры, все реплики, они работают с одним и тем же сториджем. Если у вас 10 терабайт данных, то все эти 10 терабайт используются всего один раз для всех инстансов. Не надо ничего копировать. Еще одно огромное преимущество, то что можно, например, склонировать и запустить какой-то клон для экспериментов с Aurora. Это, как говорится, привет Коле. И за место на диске мы платим ровно столько же, сколько платим за GP2. Это примерно 12 центов за гигабайт в месяц. Но есть одна неприятная вещь. Мы еще должны заплатить по 22 цента за каждый миллион запросов к сториджу. И если у нас очень много риты и в write activity, то эти 22 цента за миллион реквестов превращаются в несколько тысяч долларов в месяц дополнительно. Я просто делал эксперимент и мерил. Но в принципе, по моим прикидкам, если бы мы все это запустили на Aurora, то цена примерно получилась бы то же самое, что мы сделали на e2instance. Так, забегая вперед. Самый главный недостаток, то что в RDS и в Aurora вы не можете получить суперюзера, вы не можете создавать антрастед языки, такие как PIL Proxy. А нам PIL Proxy нужен был. Поэтому no go. Мы не можем использовать Aurora. Вторая опция была. Это i3instance. У них подключен прямо к этому инстанцу очень быстрый SSD диск, NVMe диск. Он позволяет получить совершенно гигантские цифры I.O. Persecund, I.O. Request в секунду, позволяет прокачивать гигантское количество информации на чтении записи. Там измеряется в гигабайтах в секунду. Но недостаток в том, что самый большой инстанс, это i3.16, он позволяет держать только 15 терабайт данных на дисках. Соответственно, в какой-то момент мы все равно упремся. И поскольку огромный недостаток этих i3instances, то что при перезагрузке этого инстанса или когда мы его выключаем, данные с вот этого диска, с этого хранилища, они уничтожаются. Потому что, когда какой-то другой пользователь запустит этот же самый инстанс, ему надо предоставить чистый диск. Иначе произойдет утечка и так далее и тому подобное. Соответственно, если мы хотим построить какой-то highly available cluster, нам надо как минимум три инстанса, чтобы избежать ситуации, вдруг все три инстанса упали, и нам надо восстанавливаться из бэкапа долго и больно. Ну и третья опция, это будем использовать обычные инстансы, как M4, R4 или там новые поколения M5, R5. Они могут работать только с EBS. У EBS есть как бы свои преимущества по сравнению с NVMe, например. Мы можем существующий Volume просто подключить к другому инстансу, запустить Postgres, и у нас все обратно работает. Наши данные живые, целые, здоровые, все хорошо. Соответственно, это дает возможность апгрейдить инстанс или наоборот даунгрейдить. Если мы понимаем, нам этот инстанс сейчас не надо, мы можем запустить что-то в два раза более слабое и платить за него в два раза меньше. Недостатки у EBS очевидны, поскольку это сетевая файловая система, то latency порядка миллисекунды, количество IOPS и пропускная способность тоже ограничена для каждого Volume. Для одного GPT Volume он не может прокачивать больше, чем 160 МБ в секунду или дать больше, чем 10 тысяч IOPS. Для IO1 эти лимиты побольше, но за это надо платить и платить надо за это очень хорошо. То есть, если, например, мы создаем 10-терабайтный диск, то на GPT это будет стоить во Франкфурте 1190 долларов в месяц. И это нам даст 10 тысяч IOPS. На IO1, чтобы получить те же 10 терабайт и 10 тысяч IOPS, это будет уже стоить 2270, то, что в два раза дороже. Если мы хотим получить 30 тысяч IOPS, то разница в цене уже получается больше, чем в три раза. Почему? Потому что мы можем из GPT эти 10 тысяч поделить на три части и сделать нулевой рейт. Соответственно, мы увеличиваем пропускную способность за бесплатно. А с IO1 нам ничего не остается, кроме как докупать эти IOPS. И приятного мало. Так. Как выбрать инстанс? Как уже если вот были на предыдущем докладе, Коля говорил, что вот Amazon имеет свой рынок для продажи ресурсов, которые не используются, так называемые спот-инстансы. Мы можем просто запустить несколько спот-инстансов, прогнать какие-то тесты. Это будет дешево. Собственно, тарификация она так и так уже посекундная у Amazon. А со спот-инстансов можно получить экономию в 2, в 3, в 4 раза. Как тесты гонять? Поскольку каждая база все-таки уникальная, мы не можем просто взять и запустить абстрактный PG-Bench, потому что он просто дает какие-то абстрактные цифры производительности. В идеале, конечно, надо взять, скопировать полностью базу, но 10 терабайт тяжело. Поэтому мы пошли другим путем, мы сделали дамп-схемы, и у нас была возможность просто все вот эти ивенты писать сразу в два места. Мы примерно прикинули и поняли, то, что GP2 и M4 инстансы в принципе справляются с тем, что нам надо. А если, опять же, посчитать, сколько это будет стоить? На i3 будет гарантированно все работать, потому что производительность, там, во-первых, полтерабайта памяти, это уже стоит многого. Диски NVMe тоже летают, но стоит это 4 345 евро долларов в месяц. на R4 8xLarge на одном инстансе, да, здесь я должен заметить, то, что поскольку, чтобы сравнение было честным, то i3 16xLarge у него всего 15 терабайт на дисках, соответственно, мы будем сравнивать, сколько будет стоить какой-то другой инстанс и плюс те же 15 терабайта на EBS. Вот, это будет стоить 3000 долларов примерно. Но если мы запускаем целый кластер, нам надо как минимум мастер и как минимум одну реплику. В случае с i3 нам надо две реплики, потому что восстанавливать 10 терабайт из бэкапа это долго и больно. То цена уже получается более чем в два раза отличается. вот. Почему только две реплики для общей перейти? Потому что EBS и по статистике Амазона у EBS вероятность отказа годовая составляет примерно 1,1-2,1%. Даже если мы создаем рейт из шести дисков, то вероятность того, что у нас вылетят два диска, которые, ну, два этих волюма, которые для двух разных инстансов, собственно, ничтожные. Мы можем себе позволить жить на двух. Потому что в случае, если инстанс крэшится, мы используем эти же самые EBS волюмы, подключаем на новый инстанс, у нас все данные там. Начинаем обратно стримить. В случае с i3 все-таки вероятность отказа EC2 инстансов она сильно выше. То есть на нашей памяти они дохнут как мухи, как минимум каждую неделю мы видим одно-два падения. И в итоге мы пришли к тому, что выбрали R4-8x по количеству процессов по количеству памяти оно более-менее похоже на то, что у нас в дата-центре было. Дисков мы сразу сделали на 20 терабайт. Хотя на самом деле можно было начать с чего-то меньшего, потому что EBS позволяет возможность расширять диски прямо на лету безо всякого даунтайма. И собираем из них нулевой рейд. вот как мы будем доступ давать туда. Опций-то у нас немного. Мы можем переписать DNS, потому что так или иначе люди используют хост и порт, они не используют IP. Либо мы должны какое-то прокси, IP-tables или HAProxy запустить, или может быть PitchBouncer. Но поскольку самое главное требование то, что весь трафик, который через интернет идет, должен быть закриптованным. Есть определенный ряд проблем, то что мы не имеем права и не можем использовать какой-нибудь VPN. И это будет в общем-то слишком для нас неудобно с VPN. Соответственно, DNS и IP-tables просто сами по себе отпадают. HAProxy это обычный TCP-прокси, он не умеет терминировать SSL-connection постгрессовые. Остается в общем-то PitchBouncer. И мы придумали такую схему. Запускаем PitchBouncer на двух разных хостах. Когда будем делать переключение, мы просто перекидываем виртуальный IP, и в итоге люди будут ходить на PitchBouncer, думая, что они ходят на старые хосты. И PitchBouncer будет ходить в Amazon. Но PitchBouncer должен быть уверен, что он реально подключается к нашей базе, а не к какой-то другой. Соответственно, он должен проверять серверный сертификат. А сервер в Amazon должен проверять то, что к нему идет никто подряд. Вдруг там что-то слетело с секьюрити-группами мы будем проверять клиентские сертификаты у PitchBouncer. Как это будет выглядеть, как мы будем это делать. Мы сделаем свой сертификат authority, маленький, всего на несколько ключей, сгенерируем серверные и клиентские ключи, сгенерируем серверные и клиентские сертификаты, подписанные с помощью приватного ключа нашего сертификата и настраиваем постгресс так, чтобы он проверял клиентский сертификат и соответственно PitchBouncer должен убеждаться то, что сервер к которому мы коннектимся это действительно наш сервер и собственно с настройкой постгресса все более-менее понятно как делать такую проверку сертификатов но мало кто знает то, что есть в PGHB такая опция как ClientSerts равно 1 что оно делает оно будет проверять валидность сертификата но оно не будет рассматривать например не будет брать из сертификата информацию о имени пользователя большинство почему-то людей привыкли что сертификат будет содержать какую-то информацию о логине например и этот логин будет использоваться для авторизации если мы просто используем ClientSerts равно 1 то Postgres будет проверять клиентский сертификат но после этого он будет все равно проверять пароль пользователя который коннектится соответственно для пользователей ничего не меняется они работают по-прежнему с логином и с паролем вот в Pitch Bouncer все зеркально наоборот мы используем Session Pool Mode потому что пользователей у нас много права у них разные соответственно настраивать какие-то разные кучу разных бас в общем это очень дорого и долго не нужно но начиная по-моему с версии 1.7 в Pitch Bouncer появилась замечательная вещь как Ausquary то есть мы можем авторизовать пользователей в Pitch Bouncer запросив информацию из Pitch Bouncer в Postgres мы говорим пожалуйста сервер проверяй серверный сертификат через CA и пожалуйста используй клиентский сертификат для того чтобы коннектиться к серверу потихоньку в общем-то переходим как мы будем данные переносить опций как как говорится опять не очень много мы можем использовать Pitch Bouncer но поскольку у нас дата-центр находится в приватной сети из Амазона мы не можем получить напрямую доступ соответственно либо мы должны использовать VPN либо такое кустарное решение как SSH туннель с VPN по определенным причинам мы возиться не хотим у нас рута нет привлекать сисадминов тоже неохота с SSH туннелями мы можем сами справиться но что-то должно следить что этот туннель у нас работает самое главное туннель должен работать на протяжении всего времени когда у нас делается бейсбекап если упало мы начинаем с самого начала копировать эти 10 терабайт вот самое главное для репликации потом мы тоже можем использовать туннель но опять же должен написать хотя бы какой-то скрипт костыльный который будет провиять жив он не жив и восстанавливать поднимать назад если он упал вот вторая опция мы можем использовать какой-нибудь бэкап тулзу который умеет работать с амазоновским S3 потому что S3 уже есть мы можем его использовать таких тулзов у нас уже есть несколько воли PG Backrest уже год умеет работать с S3 и вот новые на рынке это Volgi ему тоже примерно год написано на go но исторически мы в общем-то для всех остальных кластеров использовали воли поэтому решили хорошо мы будем в общем-то использовать воли мы сделаем мы настроим во-первых наш мастер на то чтобы он архивировал логи в S3 мы сделаем Base Backup опять же положим туда в S3 и с помощью Base Backup мы построим две реплики вот вот этот вот человечек это патроне который будет в дальнейшем собственно за хайлабилити следить за переключением мастера в случае если с инстансом что-то происходит вот патроне работает с TCD сколько это все заняло по времени чтобы сделать Base Backup из дата-центра у нас ушло порядка 12 часов развертка Base Backup в облаках 9 часов я могу это объяснить в общем-то только тем что S3 у нас находится в том же самом регионе в том же самом месте что и наши инстансы то есть он тратит меньше времени на копирование этих данных ну и собственно разворачивание архива оно все-таки быстрее чем архивирование вот чтобы потом догнать наши реплики до состояния мастера с помощью накопившихся волов мы потратим там потратилось еще порядка четырех часов вот и дальше в принципе эти реплики поддерживаются в актуальном состоянии просто накатыванием волов и оно работает достаточно хорошо надежно и если у вас много транзакций происходит то эти волы переключаются достаточно часто и лак репликации будет там грубо говоря несколько секунд там пять-десять может быть с этим уже можно жить можно какие-то еще дополнительные эксперименты делать например мы можем перекинуть виртуальный IP со слейва в дата-центре на пидж баунсер и отправить весь редонли трафик уже в облака посмотреть как оно будет себя вести в течение дня например вот и мы значит придумали как будем переключаться то есть это сначала картинка как оно выглядело до того как мы начали переключение у нас опять же есть мастер есть реплика на них виртуальный IP реплика стримит с мастера и две реплики в амазоне накатывают волы с помощью воли мы перекидываем для начала виртуальный IP реплики на пидж баунсер реплики следующим шагом мы гасим реплику это тоже в общем-то важно потому что если если мы не используем стриминговую репликацию то постгресс при при когда мы делаем шатдаун постгресс он все-таки архивирует самые последние логи но он создает еще один дополнительный вал в который записывается всего лишь один чекпоинт если мы запромоутим одну из этих реплик то старый мастер нельзя будет присоединить без пиджи ревайнда а если у нас реплика продолжала стримить до самого конца со старого мастера то соответственно мы даже эту реплику не сможем без пиджи ревайнда подключить поэтому мы реплику выключаем первым потому что в дальнейшем ее можно будет без проблем перенастроить на то чтобы она волы проигрывала из S3 вот следующим шагом переносим виртуальный IP с мастера на пиджи баунсер тем самым мы в общем-то избавляем мастер от нагрузки и делаем шатдаун достаточно быстрый то есть уменьшаем время шатдауна выключаем мастер и промоутим одну из реплик собственно с этого момента у нас все уже работает в Амазоне и последним шагом мы запускаем обратно старые инстансы Postgres с новыми Recovery Con в которые говорят мы хотим восстанавливаться из S3 при этом эта реплика старая просто запускается как есть на старом мастере приходится запускать пидж ревайнд для того чтобы откатить вот эти реально 40 или 50 байт размер записи об одном чекпойнте то есть реального сплитбрейна нет но Postgres думает что есть бэкап как бэкапить собственно про тулзы которые умеют работать с S3 я уже говорил есть воли пиджи бэкэрест воли в основном мы используем воли но к сожалению он пишет все промежуточные файлы на диск это долго создает дополнительную нагрузку он не умеет работать на реплики даже начиная с Postgres 9.6 где появилось API для этого есть пиджи бэкэрест он собственно лишен многих недостатков воли но один из его недостатков он не умеет работать с авторизационной информацией которую можно из инстанса достать то есть у Амазона есть на всех инстансах такой специальный API где можно вытащить информацию об данном конкретном инстансе где она находится и в том числе какие-то временные ключи для работы с амазоновским API в том числе SS3 и пиджи бэкэрест этого не поддерживает волджи с другой стороны все это поддерживает он в том числе умеет делать дельта бэкапы у него можно выбрать метод компрессии по умолчанию это был Z4 потом допилили добавили туда LZMA и ZSTD потому что Z4 не очень хорошо жмет в то же самое время воли поддерживают только LZO пиджи бэкэрест работает только с Zlib который в общем-то прошлый век я считаю требует много процессора жмет не очень хорошо и самое главное достоинство OLG то что он обратно совместим с воли то есть он умеет восстанавливать бэкапы которые сделали с помощью воли и опять же провел я ряд тестов что такое бейслайн на этом чарте на тот момент когда я эти тесты гонял наша база уже выросла до 12 терабайт и чтобы эти 12 терабайт прочитать требуется порядка 4 часов я бы сказал ровно 4 часа мы просто упираемся в производительность нашего конкретного инстанса чтобы воли сделал полный бэкап ему требуется 17 часов и он сжимает наши 12 терабайт до 3.2 терабайта он работает в общем-то воли очень долго потому что он пишет временные файлы на диск в то же самое волджи с бротли компрессии ужимает все до 2 терабайт и ему требуется на это 6 часов все это можно опять же запускать на реплике самая интересная фишка это дельта бэкапы поскольку у нас я бы сказал база insert only у нас многие данные просто не меняются нам не надо их бэкапить постоянно каждый раз мы можем их просто пропускать и соответственно волджи и пгбкрест умеют это делать они во-первых смотрят на таймстэмп файлов файлов дата файлов во-вторых они могут анализировать состояние страниц изменялась эта страница или нет и вот дельта бэкап на следующий день занимает всего 75 гигабайт в сжатом виде и на то чтобы сделать дельта бэкап требуется порядка 2 часов 20 минут в общем преимущество по сравнению с волей просто гигантское со следующим минорным апгрейдом постгресса мы соответственно планируем перейти целиком и полностью на волджи для определенных инстансов для определенных баз вот что самое главное мы забыли мы в общем после того как переключились были в эйфории в течение пары недель вроде бы все работает никто не жалуется на эту базу и все пользуются если что-то не так то жалобы всплывают мгновенно вот а мы посмотрели на мониторинг и увидели то что у нас был график вот это график инсертов это здесь порядка чуть меньше двух миллисекунд если не видно это время выполнения одного инсерта там куча параллельных потоков делают эти инсерты и после свечевера у нас тут появилась такая расческа мы внимания в общем-то не обратили потом ой что это такое немного поисследовали выяснили то что в дата-центре у нас был отключен синхрон с коммит а в амазоне мы про него забыли вот а поскольку лейтенси у EBS и так не самое лучшее по сравнению с локальными дисками то его желательно отключать в чем недостаток отключенного синхронного коммита если есть стриминговая репликация то скорее всего даже при падении мастера у вас ничего не пропадет если инстанс работает один то при падении есть некоторая вероятность что несколько последних транзакций которые были записаны в аврайт и хэтлок будут потеряны вот значит вот это вот самые нижние 2 миллисекунды вторая 4 дальше 6 и тут 8 ну не пожар но приятного мало поскольку собственно эти инцерты идут все равно из очередей никто об этом особо не парился но желательно не тратить производительность на ненужные вещи а оставить на что-то нужное вот я тут собрал немного ссылок там патрония воли волджи пиджи бэк рест пиджи баунсер я думаю все знают самая замечательная на мой взгляд ссылка про которую знают не все это если вы хотите сравнить производительность и стоимость EC2 инстансов то есть такой ресурс EC2 инстансов инфа у амазона вся эта информация есть но она раскидана по куче страничек и пока вы соберете всю эту информацию в одном месте вы вспотеете и забудете что хотели посмотреть на этом же сайте можно просто выбрать я хочу сравнить вот это и это и сравнить детально сколько стоит сколько у него процессоров сколько памяти какова производительность теоретическая практическая и так далее надеюсь было полезно если будет подобная задача надеюсь вы сможете да если вопросы есть спасибо за спасибо за презентацию есть такой вопрос изначально на слайде у вас было указано что у вас сервер стоит на 10 гигабит сети да это характеристики того сервера после миграции в клау соответственно трафик начал ходить по публичной сети соответственно там другие задержки другой совсем канал как на это отреагировали аппликации большинство приложений за исключением того приложения которые собственно эти ивенты пишет в базу они исполняют запросы которые там занимают несколько секунд для них дополнительное 10 миллисекунд лейтенси между центром и облаками это в общем-то не что копейки а вот это приложение которое тащит все из очереди и пишет в базу мы в итоге перенесли все-таки в амазон а как насчет клиентов которые напрямую подсоединяются к базе ну опять же в основном все вот эти ивенты все вот эти информации которые сохраняются в этих таблицах это ивенты и она используется там бизнес-людьми чтобы строить какие-то отчеты их запросы работают в любом в лучшем случае там порядка секунды особенно зная таланты людей которые умеют написать запросы так что он будет делать sequential scan даже при наличии индекса никто не жалуется нет 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 конечно нет спасибо еще раз а вы все сервера в облака запустили нет не все но мы как бы стремимся о том чтобы все перенести потихоньку в облака но поскольку три года назад когда это решение было принято все вот эти старые приложения все старые базы они так называем монолит и это мы не можем просто взять и перенести все один в один поэтому работа по разделению всего на какие-то изолированные куски ведется но она ведется долго муторно и пока не видно краев свет в конце туннеля виден ну сколько лет еще сколько у вас честно не знаю понятно а фронт-энд у вас ну сама витрина магазина работает на облаке да это все в облаках спасибо спасибо за доклад у меня следующий вопрос почему именно амазон смотрели вы в сторону ажура вот это первый вопрос второй вопрос насколько я понимаю вы в облака давайте по очереди насколько я помню то делалось сравнение различных систем и в тот момент предложение от амазона показалось более привлекательным не только по ценам а по тому какие сервисы они предоставляют это было более трех лет назад с тех пор у нас в общем-то долгий контракт и просто так с него соскочить нельзя конечно мы смотрим в принципе на гугл и на ажур и так далее вот это кстати одно из одна из причин почему мы стараемся не использовать RDS например если мы хотим все-таки смигрировать данные из RDS сбежать будет тяжело если мы запускаем Postgres сами то мы можем собственно наладить опять же либо репликацию обычную либо архивировать волы и там проигрывать и сделать в общем-то практически бесшовный переход из одного облака в другое так и второй вопрос больше про экономику вы сказали что хостится в облаках это где-то в полтора или в два с половиной раза больше для данного конкретного для данной конкретной базы это более чем в два раза дороже по сравнению с тем что было в дата-центре а вот входит ли в это сравнение обслуживание именно вот зарплатный фонд дело в том что в дата-центре нам тоже надо примерно такое же обслуживание проводить нам надо регулярно делать апгрейды Postgres хотя бы минорные нам надо софт обновлять операционку в принципе это ничем не отличается от того что в облаках сейчас происходит я понял тогда еще такой вопрос насколько я понял вы перенесли базу данных в облаке именно для биосистем таких условных витрины ваших хостится где-то или они не 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 это у каждого есть так называемый скелет в шкафу у кого-то этот скелет в общем-то растет и развивается настолько что иногда он превращается в монстр как в нашем случае значит эта база изначально задумывалась как какое-то временное решение для того чтобы агрегировать вот эти бизнес-ивенты и считать какие-то статистики делать отчеты а это не для не для пользователей на наших которые делают заказы на сайте вот вопрос для тех баз данных которые не удалось мигрировать вот проблема-то осталась актуальной которая изначально у вас была то что у вас появляются железки очень долго появляются ну что я потом ну вся новая значит разработка ведется на всех фронтах все новые приложения сразу же сейчас разрабатываются для того чтобы их деплоить в кубернетис и по возможности мы даже базы держим в кубернетис поскольку мы реально двигаемся в направлении микросервисов то как правило базы тоже становятся маленькими вот поскольку все автоматизировано на кубернетис то мы имеем возможность там не знаю запустить сотню мелких баз которые там размером десятки мегабайт иногда там типа сотни мегабайт так у меня еще куча вопрос я наверное пользуюсь на вопрос я уже выступлю спасибо большое вопрос персональные данные вы в облака как запускаете контролируете их соблюдаете законы ну хороший вопрос я не уверен то что имею право на него отвечать вот то есть персональные данные есть но мы стараемся в общем-то по возможности обезопасить все максимально во-первых amazon дает возможность там контролировать кому ты даешь доступ как ты даешь доступ с помощью security группы и прочего вот на ebs можно включить шифрование для бэкапов тоже можно включить шифрование какова стабильность характеристик между разными инстанциями и без потому что я так правильно понимаю у мазона внутри своя кухня и скорее всего они как-то шарят ресурсы между разными и без инстанциями железом на котором и без работает ну то есть стоит ожидать некого разброса параметров ну скажем так для если нужна какая-то гарантированная производительность мазон настаивает на том чтобы покупали вот эти провизион тайопс которые стоят безумно дорого поэтому мы в общем-то выбираем GP2 на GP2 да там возможно некоторые флуктуации то есть сейчас он значит работает чуть лучше сейчас чуть хуже вот как говорится это вам решать для самых критичных вещей мы все-таки предпочитаем использовать где нужна стабильная вот эта производительность по иопсам мы используем i3 инстансы потому что все-таки локальный диск NVMe он решает все вот эти проблемы просто отбрасывает при этом на самом деле стоимость обладания вот этими i3 инстансами намного дешевле чем запустить тот же самый аврору на подобные производители это важный момент вашей презентации получается что вы не делаете решение продакшего уровня в котором есть очень высокие требования к времени отклика если нам нужно высокое требование ко времени отклика мы используем i3 вот этот реально юзкейс про вот про такого монстра в шкафу который вырос значит я должен наверное тоже сказать то что эти ивенты там не остаются навечно многие из вот там есть retention policy настраиваемый некоторые мы просто удаляем через месяц для некоторых необходимо некоторые ивенты необходимо хранить год некоторые к сожалению всегда вот готовятся какие-то альтернативные решения для вот этой проблемы чтобы вообще отказаться от этой базы вот но как говорится дела делаются очень долго особенно в больших компаниях насчет вот этих i3 инстансов с супер быстрыми ssd как известно у ssd есть некий параметр tbw когда гарантируется производительность после определенного объема записи после этого он начинает деградировать собственно как этот вопрос решается если понимаем например что производительность данного конкретного инстанса нас не устраивает мы в амазоне можем в любой момент этот инстанс прибить получить замену там 15 терабайт лежит ну значит копирование нет в нашем случае это 12 терабайт и в общем-то копирование с инстанса на инстанс занимает порядка 9 часов а разве это не амазон гарантирует замену практически соответствующая по скорости если оно деградирует нет смотрите если у вас к инстансу подключено сколько там дисков типа 6 дисков например ну вот этих NVMe один если один из них например вообще сдох то они не будут делать онлайн замену в нашем случае например для того чтобы получить в общем-то весь весь сторич мы должны сделать рейт 0 если этот диск пропал то все нам ничего не остается чем переинициализироваться здравствуйте спасибо за доклад хотел задать несколько хотел задать несколько вопросов а причина изначально причина переезда в амазон была в проблемах проблеме хостера с железом то есть если по-моему самая изначальная причина значит в некоторый момент в нашей компании был взрывной рост и собственно сисадмины и люди которые занимаются обслуживанием железа в дата-центре они просто не успевали за всем этим и амазон либо любые другие облака в общем-то позволяют сократить вот этот цикл разработки очень сильно в конечном итоге человеческое время тоже стоит денег и оно стоит гораздо дороже железа то есть я не говорю то что вот например если нам надо больше производительность мы просто возьмем сейчас железку побольше до какого момента оно работает но если реально мы реально упирались в то что от момента даже если это какое-то стандартное железо которое доступно у хостера мы его можем получить в течение дня все равно весь этот цикл по выкатке нашего образа операционной системы дипломинг-приложения занимает время и это время измеряется как минимум в часах в Амазоне диплой в данном случае там составляет несколько минут ясно а скажите если бы вы сказали что стало дороже в 2-2,5 раза вы заранее предполагали что стоимость такая будет или это было так стало нет мы знали мы знали на что идем то есть вы заранее смогли оценить насколько дороже это будет понятно хорошо спасибо большое все хорошо если вопросов больше нет то спасибо большое спасибо 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 спасибо